Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Житие святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском, Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Отец святителя, Александр Семенович, принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Брянко, оруженосец святого благоверного великого князя Московского Дмитрия Иоанновича Донского. Мать епископа Игнатия была образованная, интеллигентная женщина. Выйдя весьма рано замуж, она всецело посвятила свою жизнь семье. София Афанасьевна любила больше всего старшего сына Дмитрия, отличая в нем ум и красоту. Дмитрий рано научился читать. Его любимой книгой было «Училище благочестия». Эта книга, простым и ясным языком рассказывавшая о жизни и подвигах древних подвижников, оказала большое влияние на впечатлительную душу будущего подвижника. Отрак рано возлюбил уединенную сосредоточенную молитву. В ней он находил отраду и утешение. Дмитрий получил прекрасное домашнее образование. Когда ему исполнилось 15 лет, отец повез его в Петербург для продолжения образования. По дороге в столицу Дмитрий впервые открыто высказал желание стать монахом, но отец не обратил на это внимания. В Петербурге молодой Брянчанинов блестяще сдал вступительные экзамены в военно-инженерное училище, и при значительном конкурсе первым был зачислен сразу же во второй класс. Все годы учения он был первым учеником, отличался редкой скромностью, искренней набожностью и пользовался всеобщей любовью соучеников и преподавателей. Но многое скорбей пришлось претерпеть будущему святителю в училище. Светлой звездой, блеснувшей в этой чуждой ему мгле, явилась дружба с Михаилом Чихачевым, который учился в том же инженерном училище, и, подобно своему новому другу, с детства мечтал о молитве и подвигах. Их дружба затем продолжалась всю жизнь и являет прекрасный образец истинно-христианской дружбы. Основой ее были не какие-нибудь земные интересы, а единое стремление служить Христу, Спасителю и взаимная поддержка на пути этого служения. Вместе они ходили в Храм Божий, вместе молились. Светское общество заманчиво распростирало навстречу Брянчанинову свои объятия, но не смогло уловить его. Когда перед взором ума его открылась обширная область эмпирических знаний человеческих, когда изучил он химию, физику, философию, географию, геодезию, языкознание, литературу и другие науки, он поставил перед собой вопрос, что, собственно, дают науке человеку. «Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. Покажите мне эту вечную собственность, которую я мог бы взять с собою за пределы гроба». Но науки молчали. В это время искатель истины познакомился с монахами Валаамского подворья и Александра Невской лавры. Они-то и помогли ему найти то, к чему стремилась его душа. Под руководством иноков Дмитрий Александрович начал читать творения святых отцов. Вот как сам он пишет о том благодатном влиянии, которое произвели на него святоотеческие творения. Что прежде всего поразило меня в писаниях отцов в православной церкви? Это их согласие. Согласие чудное, величественное. Чтение творений святых отцов, назидательные беседы сына Камилавры, через которых он познакомился с известным впоследствии оптинским старцем Леонидом, все это возродило и окончательно укрепило в сердце Дмитрия желание детских лет его уйти в монастырь. Нелегко было исполнить это заветное свое желание. Окончив инженерное училище в 1826 году в чине поручика, Дмитрий Александрович, желая уйти в монастырь, сразу в том же году подал прошение об отставке. Но здесь ему пришлось вступить в единоборство со многими сильными мира сего и показать пример непоколебимого мужества, доблести мученической, прямого исповедничества. Родители категорически отказались благословить его на путь иноческой жизни. Начальство отказало ему в отставке. Сам император Николай I был против его увольнения. Несмотря на убедительные просьбы, личные объяснения, твердость желания и редкую тактичность, Дмитрий Бринчанинов не получил отставки и по назначению начальства должен был в 24 часа выехать в Динобургскую крепость. Но когда в жизненной борьбе бывают бессильны собственные силы подвижника, ему на помощь приходит сам Бог и своим премудрым промыслом устрояет все ко благу. В Динобурге Бринчанинов скоро заболел, а осенью 1827 года было принято его прошение об освобождении от светской службы. Дмитрий Александрович воспрянул духом. Уехал в Александросвирский монастырь Оланецкой губернии к старцу иеромонаху Леониду и вступил в число послушников этого монастыря. Вскоре, когда иеромонах Леонид был вынужден переселиться в Площанскую пустынь Орловской губернии, а затем в Оптину пустынь, за ним последовал и Дмитрий Бринчанинов. В это время тяжело заболела мать Дмитрия, София Афанасьевна. Готовясь к смерти и желая проститься со своим старшим сыном, она настояла, чтобы отец послал за ним в Оптину пустынь. Находясь сам в очень тяжелом состоянии в Оптине, Дмитрий Бринчанинов посещает больную мать. Недолго пробыл послушник Дмитрий в родительском доме. В скором времени он удалился в Кирилло-Новоизерский монастырь. Строгий устав обители был по душе послушнику Дмитрию, но суровый сырой климат местности отрицательно повлиял на его здоровье. Здесь он заболел лихорадкой и для лечения был вынужден вернуться в Вологду и остановиться у своих родственников. Окрепнув, по благословению Вологодского епископа Стефана, жил в Семигородской пустыне, а затем в более уединенном Дионисиево-Глушицком монастыре. Годы, проведенные в перечисленных монастырях, обогатили его духовной мудростью, укрепили его преданность воле Божьей. В 1831 году вологодский епископ Стефан, видя пламенную ревность послушника Дмитрия, решил исполнить желание его сердца. 28 июня он совершил постриг Дмитрия в монашество в Кафедральном Воскресенском соборе и нарек его Игнатием честь священномученика Игнатия Богоносца. Тому, кто от юности своей носил Бога в своем сердце, приличнее всего было дать это имя. 4 июля того же года монах Игнатий был рукоположен епископом Стефаном во Иеродиакона, а 25 июля — во Иеромонаха. Видя духовную зрелость иеромонаха Игнатия, епископ Стефан назначил его вскоре настоятелем и строителем Пельшемского лопотого монастыря, который был уже предназначен к закрытию. Около двух лет настоятельствовал здесь отец Игнатий, но за этот короткий срок, благодаря своей мудрости, твердой воле и несокрушимой энергии, возродил обитель в духовном и хозяйственном отношении. Молодой настоятель относился к братьям своей обители, сочетая отеческую строгость с трогательной любовью. Чувствуя эту любовь, насельники обители покорно повиновались настоятелю, несмотря на его сравнительно юный возраст. За усердные труды по возрождению обители иеромонах Игнатий был возведен в сан Игумена. О его деятельности стало известно в Петербурге. В конце 1833 года он был вызван в столицу, и ему поручили в управление Троицы Сергиеву пустынь с возведением в сан Архимандрита. Ко времени назначения в нее Архимандрита Игнатия Немногочисленное братье, 15 человек, не отличалось строгостью поведения. 27-летнему Архимандриту пришлось перестраивать все заново — храмы, корпуса. Он упорядочил богослужения в обители, создал прекрасный хор. С 1836 по 1841 год известный церковный композитор протоиерей Петр Иванович Турченинов проживал рядом с Сергиевой пустынью в Стрельне. Глубоко уважая отца Игнатия, он откликнулся на его просьбу и взял на себя труд обучения монастырского хора. Несколько лучших своих музыкальных произведений отец Петр Турченинов написал специально для этого хора. Архимандрит Игнатий совмещал почти несовместимые должности. Он был для братья и обители прекрасным настоятелем, администратором и в то же время благостным старцем-духовником. Во 27 лет он уже имел дар принимать помыслы своих посомых, и руководить их духовной жизнью. По собственному признанию отца Игнатия, служение живым словом было его основным занятием, которому он отдавал все свои силы. Подвиг служения ближним словом назидания было для него источником радости и утешения. В Сергиевой пустыне он, несмотря на крайнюю занятость, написал и большинство своих произведений. К отцу Игнатию непрестанно приходили посетители всех положений и рангов. С каждым нужно было побеседовать, каждому нужно было уделить время. Весьма часто приходилось выезжать в Петербург и бывать в домах знатных благотворителей его обители. Несмотря на такой внешне, казалось бы, рассеянный образ жизни, в душе архимандрит Игнатий оставался аскетом-пустынником. Он умел при любых внешних условиях жизни сохранять внутреннюю сосредоточенность, непрестанно совершать Иисусову молитву. В одном из писем отец Игнатий писал о себе «Я, проведя начало своего иночества в уединенийших монастырях и напитавшись понятиями строгой аскетики, сохранял это направление в Серьгиевой пустыне. Так что в моей гостиной я был репрезентабельным архимандритом, а в кабинете — скитянином. Там, в уединенной комнате, отец Игнатий проводил бессонные ночи в молитве и слезах покаяния. Но как истинный раб Божий, руководствуясь духом смирения, он умел скрывать от взора людей свои подвиги». По воспоминаниям архимандрита Игнатия Малышева, его духовный отец, архимандрит Игнатий Брянчанинов, весьма различно относился к посетителям. Это отношение зависело от того, с каким расположением души приходили они к отцу Игнатию. Его душа обладала особым свойством видеть состояние души других людей. Это особое свойство имеют почти все облагодатствованные люди, люди духа, а не плоти. Архимандрит Игнатий с одного взгляда постигал душу человека. С окаменелыми он был мурчалив, с лукавыми порой юродствовал, но с искавшими спасения он был откровенен и беседовал подолгу, вливая в душу собеседника спасительный бальзам Слова Божия, святоотеческих наставлений и проверенных своей жизнью советов. Круг знакомых у отца Игнатия был весьма обширен. Епископы, настоятели монастырей, иноки и простые миряне обращались к нему со своими просьбами, зная, что любвеобильное сердце отца Игнатия откликнется на их нужды. Имя Архимандрита Игнатия знали во всех слоях общества. Весьма со многими духовными и светскими лицами отец Игнатий переписывался. Всего в настоящее время известно более 800 писем епископа Игнатия. В письмах как-то живее раскрываются качества души Архимандрита Игнатия, его необычайная благостность, духовная рассудительность, глубокое и правильное понимание современной ему жизни. Шли годы. Телесные силы отца Игнатия все более слабели. Мысль уйти на покой, чтобы в уединенном безмолвии провести конец жизни появлялась все чаще. В 1856 году он предпринял путешествие в Оптину пустынь, предполагая совсем переселиться туда, но это намерение не осуществилось, ибо Господу было угодно, чтобы его избранник послужил святой церкви еще и в епископском сане. В 1857 году по представлению петербургского митрополита Григория архимандрит Игнатий был посвящен воепископа Кавказского и Черноморского. Хиротония состоялась в Петербургском Казанском соборе. Хиротонию совершил митрополит Григорий сонмом других иерархов. Отец Игнатий никогда не стремился к епископскому сану. Не об архиерейском жезле, а о простом посохе пустыножителя были его непрестанные мечты. В речи при наречении он сказал «Во дни юности своей я стремился в глубокие пустыни, но я вовсе не мыслил о служении церкви в каком бы то ни было сани священства». Быть епископом своего сердца и приносить в жертву Христу помышления и чувствования, освященные духом, вот высота, которой привлекались мои взоры. 4 января 1858 года епископ Игнатий приехал в город Ставрополь и заступил в управление епархией. Недавно открытая Кавказская епархия была весьма неустроена. Население отличалось неспокойным, воинственным характером, поэтому первое слово святителя Игнатия, обращенное к Ставропольской пастве, было словом мира. Недолго, менее четырех лет, управлял преосвященный Игнатий Кавказской епархией. В отношении к духовенству и прихожанам владыка Игнатий был истинным миротворцем, строгий к себе, он был снисходителен к немощам ближних. Тяжкая болезнь не покидала епископа Игнатия и на Кавказе. И летом 1861 года он подал прошение уволить его на покой в известный ему уже Никола-Бабаевский монастырь. Через несколько месяцев просьба была удовлетворена. И 13 октября этого же года он вместе с несколькими преданными учениками переехал в названную обитель. Спустя некоторое время он писал своему другу Михаилу Чихачеву «Никогда в жизни моей я не был так доволен моим положением, как доволен им теперь. Кажется, мой ангел-хранитель по повелению Божию продиктовал Святейшему Синоду указ о мне. Так этот указ удовлетворяет требованиям моего душевного настроения и телесного здоровья». И вот потекли годы уединенной жизни малоизвестной обители. Ко времени приезда владыки Игнатия Никола-Бабаевский монастырь пришел в крайне плачевное положение. Не было даже продовольствия и обитель имела большие долги. Многие здания, в частности соборный храм, пришли в ветхость. Природный ум и практичность владыки позволили ему в короткий срок улучшить материальное положение обители, произвести капитальный ремонт зданий и построить новый храм в честь Иверской иконы Божией Матери. В свободное время святитель занимался пересмотром своих прежних сочинений и написанием новых. «Бывали в жизни моей минуты», писал он Нечаеву, «или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем слово. Это слово было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленной жизни и радости, а потом отходило. Случилось записывать мысли, которые так ярко светили всеи блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, читаю слова из какой-то высшей среды, нисходившие и остающиеся наставлением. По этой причине святитель Игнатий не смотрел на свои произведения, как на свои собственные, но признавал их собственностью всех современных подвижников православной церкви. В первый год пребывания в Николобабаевском монастыре здоровье епископа Игнатия несколько улучшилось, но вскоре болезнь опять усилилась, и он до самой смерти безвызнно пребывал здесь. Но духом владыка был бодр, он ждал смерти, ибо всю жизнь посвятил на служение Христу, и жизнь для него была Христос, а смерть приобретение. В последние дни своей жизни он был проникнут необычайной милостью ко всем, которая, казалось, была растворена какой-то жалостью, но вместе с тем и несказанная радость сияла на лице больного. В первый день Пасхи, 16 апреля 1867 года, владыка с большим трудом отслужил последнюю литургию. Больше уже он не выходил из кельи, силы его заметно слабели. Кончина епископа Игнатия последовала в воскресенье, 30 апреля, в неделю жжен мироносец. Молитвами святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Аминь.